Далее у программы «Пророк». Раз в году все байкеры, все клубы, все племена собираются на единый в Украине съезд племен, который называется Тарасова гора. Это мощное, огромное событие в жизни байкерской комьюнити и не только. И сегодня нам об этом расскажет президент, основатель, идейный вдохновитель, организатор, наверное, генеральный продюсер, а также просто хороший человек, Ашот. Привет! Здравствуйте! Когда происходит Тарасова гора? Происходит это в начале лета. Начиналось все с того, что в конце мая в Каневе проходшие в Ченковские дни. Ну и когда нас было совсем мало, первый раз это несколько десятков человек, мы могли в этот день приехать. Теперь больше, более громоздкое выезд. В следующий раз, это был конец мая, да, в следующий раз уже сделал на неделю позже, чтобы ситуация нам позволяла заехать на мотоциклах после того, как уедут все всякие официальные лица там из правительства. А вы с ними как-то пересекаете или просто вы разводите, чтобы с ними не пересекали? Ну да, да, просто чтобы не пересекаться, потому что город обычно перекрывается ради этого, как бы, а когда там у нас было несколько человек, можно было заехать. Когда сейчас полторы тысячи мотоциклов как минимум заезжает туда, то как бы это проблема. Полторы тысячи мотоциклов могут перекрыть город значительно эффективнее, чем 300 милиционеров. Ну мы же не будем с ними тягаться. Пусть каждый занимается своим делом. Понимаешь, я просто вот, я знаю о байкерской цивилизации по книжкам, собственно, Хантера Томпсона, по фильму «Изи райдер» и по сериалу, который сейчас идет «Дети анар». Поэтому, конечно, картинка, она выглядит красиво, но достаточно грозно. Как проходит фестиваль? Вот сколько клубов вообще в Украине байкерских? Клубов много, только не все ортодоксальные такие, скажем, MC клубы. Настоящие. MC клубов там буквально несколько, там на пальце в одной руке. Вот как это можно рассказать человеку, который там никогда не был, чтобы он сказал «Вау, я обязательно приеду». Расскажи мне вот так. Ну, если очень-очень, как для обывателя, то можно, например, сравнить, вот представь, что, если ты доктор, там собрались, короче, там несколько тысяч докторов, короче, есть о чем поговорить? Нет, нет, это не очень интересно. Хорошо. Не хочу собраться туда, где полторы тысячи докторов. Что происходит? У нас съезжаются отовсюду, со всего мира, теперь уже, конечно, в основном Украина и близлежащие страны, но есть и Америка неоднократно. Ну, сейчас, скажем так, мировое влияние, вот это байкерское, MC-шное, значит... MC – это моторклаб? Да, моторклаб. Не оставило без... Мотодвижение – это все клубное. Не оставило без внимания Украину. Ну, как бы тоже в Украине уже несколько американских клубов тоже есть представлены. То есть свои отделения. Да, представлены, но всему, как говорится, свое время. Есть люди, которые просто покупают мотоциклы, имея при этом машину, это для них некая роскошь, некое удовольствие, некое бегство от реальности, если угодно, от каждодневной реальности, естественно. А есть люди, у которых жизнь связана вот с этой средой. Это рок-музыканты. Это правда, или мне только кажется? Давайте выяснимо. Байкеры. Культура международная. Под своими знаменами вона объединяет людей разных профессий. На мотоциклах ганяют байкеры и механики. Даже, конечно, казалось бы, офисные менеджеры, иногда имеют залезного коня и шкиряную косуху в шафе. Тому немає нічого дивного, що не можуть втриматися від мотоциклетної романтики і зірки шоу-візу. Тим більше рок-сцени. Я ж є членом байкер-клуба. Це байкер-січ. Кую тепло, то їжу часто. Тим паче Київ в плані заторів став непереносною взагалі. І можна тільки навіть пересуватися на мотоциклі. У мене болівар. Він, знаєш, там 240 колесо ззаді, 1,8 об'єм. І, тобто, можна і ніжденько, валяжно, як на чопер їздити, то це чопер. Але в нього і всі характеристики спортбайка, тому можна, якщо треба втопити так, що мало не буде. І хоча більшість байкерів доросли дядьки, в багатьох з них тяга до двохколісної техніки виникла ще у юнастрії, коли і мопед був мотоциклом. Взагалі в мене був мопед Дельта, потім Мінськ, Ява, Чизет. Я ще й на МТ нормально катався по полям. Я в курсі, що це таке. Хоча для декого ДТП і інший екстрим на дорозі зовсім не стають на заваді їхній пристрасті. Так, в мене був швидкий, найвеликий такий, я на ньому попав, там мене збив джип. Якби не шлем, не знаю, що було б, навірно, мене б не було. Бо пів шлема стісалося, і коли я вже сів на дорозі, це було на окружній дорогі, там три ряди, три таких двіжухи. І в мене всі три двіжухи були в вигляді дев'яти. Тобто всі машини їхали отак на мене. Після того Фома придбав автомобіль, в якому почувається безпечніше. Але, як гадаєте, що він вирішив стосовно двоколісного транспорту? Я якраз хочу навчитися їздити на великому мотоциклі, тіпа Гарлєє. Цього літа мандри планують великі гастролі з Полученими Штатами. І більшу частину шляху Фома мріє подолати на байку. Я хотів би зробити який-небудь подорож, які-небудь мандри на Гарлєє по Амерсі. Але, звісно, розваги – це одне. А участь у байкерському клубі – справа серйозна. Клуб потребує часу, участі в різноманітних акціях і заїздах, а також постійного спілкування з тими, хто катається з тобою під одним прапором. Тому рок виконавців серед наших байкерів небагато. Натомість є механіки, які поміж своїх відомі не менше за зірок сцени. Так, я стою в мотоклубі київському, «Скалс» он называется. Зовут мене в клубі «Белый». Отдаємо предпочтение вообще Харлею, но принимаємо любі на самом деле. Мотоциклы, і обслуживання, і тюнинг, і кастомы, все, що угодно. Вілка, бак і двигатель – це Харли Девицон. Все остальное – це зроблено руками. У кожного мотоцикла своя історія. І чимало залізних скакунів, перш ніж потрапити до України, змінюють не одного власника і не одну державу. Коли-то він мав зовсім інший вид. Це був футбой, Харли Девицон футбой з ФТЛ. І він був зроблений для Шона Кара. Потім він його подарув моєму другу. Ми увеличили йому обйом, увеличили колеса. Він був 1450 кубов, ми зробили його двох литров. І на ньому ще мав можливість прокатитися голливудський актер Майкл Мэтсон. Ось це кадр з фільма «Адская поездка». Це Майкл Мэтсон, який їздив на мотоциклі нашого производства. Зараз Олександр має два мотоцикли. Один з них – Харлей. Та почалося усе як завжди. Для мене первым був мотоциклом Ка-750 київського мотоциклетного заводу. Доволен такий інтересний мотоцикл. Небыстрий, але надежний. Не забуду вот этой картинки, когда я видел ескорт Брежнева. Там були такі класні машини і ескорт красивих мотоциклов. Я помню, що його дяду спросив, а що це за мотоцикл? Мені там було 6 років. А він сказав, що це Дніпри. Я думаю, що тоді я почав інтересуватися мотоциклом. По заказу Брежнева було зроблено где-то, офіціальні дані кажуть, що де-то 50-60 штук цих перших мотоциклов. Я почав іскати такий мотоцикл. І де-то через місяць позвонив мене один із барріг. І сказав, що є такий мотоцикл. Мотоцикл є все оригінальні запчасти, немає ніякої частини, немає ніякого лишнього хрома. Це так, як інженери київського мотоцикла себе придумали. Много людей, які спрашивали о цьому мотоциклу, то не вірили, що це заводською на потребу. Я не скажу, за скільки я його купив, тому що в цій передачі може зробити моя жена. Могу сказати, скільки він може зараз стоїти. Ну то где-то мінімум 15-10 баксів. Отож, ці запавки не з дешевих, але мистецтво потребує жертв. Назвався байкером «Лізь у кишеню». Та що важать гроші у порівнянні зі справжнім задоволенням. Як вони проводять временні фестивали? Що там відбувається? Ну, починалось з одного вечера, там субботні, а потім стало два дня, пятница-суббота, потім четверг, пятница-суббота, і зараз юбилейний, десятый, буде п'ять днів. То есть, со среди начинает заїжджати народ на базу. Це происходит на, ну то есть, как бы локация основна, це детський піонерський лагеря. Ну і там ж ж, учитывая то, що байкери, вони теж як діти. Як в детстві, як в піонерському лагері. Дискотека, портвейн, линейка, не совсем так. Ухаживання за девушками, ночі мазать зубной пасту. Может быть, то же самое, только видоизмененном во взрослом виде. Это речка там рядом, на берегу Днепра. Которому може купаться голым. Ну і хто каже хоче. Опять же, нету никаких догм, никаких прям законов, в котором... Это круто, а це не круто? Ну, це теж для обывателя. Вот хочеться, делаєш. Не хочеться, не делаєш. Никто ж тебе не дозволяє. Так, то есть круто це, понял. Вот. Вот, сцена. У нас там три дня была сцена. Сейчас будет уже четыре дня. Ну, воскресенье разъезд. Вот. Большая сцена стоит. И, то есть, музыка. Главное, это музыка, как обычно и всегда, объединяет. После дороги, общение, шашлыки, там, пивасик, девочки. Сцена, музыка. Откуда беруться девушки? Откуда беруться? Да. Они приїжджають. Три варианта. Приїжджають сама на мотоцикле. Для таких... Много? Для таких вообще въезд бесплатен. Еще и подарки даю. Ну, с каждым годом все больше, да. Второй вариант. Приехала с парнем. На жопницей, как говорится. Красиво. Да. Ну, и третий вариант. Из Черкас, из Киева, из Золотоноши, из той же Чапаевки. Просто забрели посмотреть на байкеров. Какая музыка играет? Так вот, вернемся, да, к музыке. Музыка, ну, в основном, конечно, рок. Просто рок тоже бывает разный, блин. Стереотипы о байкерах, что кожа, пиво, борода, тяжелый рок, блин, чуть-чуть развеиваю, да, например, не пью. Борода есть? Борода есть. Куская есть? Нету. Вообще? Вообще, да. Ой, потому что это так редко. У меня тоже просто нету. Я уже себя в последнее время чувствую неловко, особенно на пляже. Мне наоборот. У меня играли на фестивале и Тонок на Майдане Конго, и Даха Браха, и Тартак, и Армада. Это вообще первая группа была, которую позвал. И хедлайнеры вот последних двух лет были там Сдобши Сдуб, Ляпи Струбецкой. Мечта пока такая утопическая, конечно, System of a Down когда-нибудь сделать, но на эту тему немножко надо подождать. У нас есть Трубул, который Ашот принес, который он снимал. Это вот оно. Это вот у тебя тоже паломничество. Все-таки поэтика дороги, паломничество на концерт System of a Down. Ну, любая поездка куда-то для меня, она как паломничество, потому что, значит, можно разделить два прикола, два кайфа от того, что ты ездишь на мотоцикле. Это сама дорога, сама поездка. То есть ты едешь, кайфуешь. А если еще логическое завершение какое-то, то есть это уже вдвойне кайф, например, на слет приехать. Вот ездить кататься не очень. Вот все-таки, все-таки, по-моему, из точки А в точку Б, а там будет счастье. Да, но при этом еще кататься и кайфовать здесь и сейчас от того, что ты едешь и что вокруг, и это ж двойной кайф. Например, когда я ездил во Владивосток на мотоцикле, то можно, например, просто сесть, поехать во Владивосток. Один, все, да, это прикол, ты доехал до Владивостока и обратно. Но я совместил. Я совместил. Это подогнал по времени, под слет, который там будет лицом к океану. И я не просто катнулся, я поехал на слет, получается. Я приехал, я был там единственный представитель с Украины. Это, кстати, армянским флагом Машем возле Олимпийского. Там строится мечеть. И у меня, я же поехал там с армянским флагом, ну, так как земляки все. А это мой друг взял флаг перед мечетью Маша, говорит, Сержу, привет, скажи, что не смог приехать, короче, дела. Все, а это уже пошел такой небольшой фильм. У меня садилась батарея, я там все, что сделал. Ну, народу было так нормально. Правда, звук и освещение могло быть, наверное, получше, но... Ну, это же Роуд Мури, это твое личное приключение. Не, я имею в виду там, на концерте, да, конечно... Ну, тебя всегда может быть лучше. Ну, да, но тем не менее... Всегда можно довести. Тем не менее, было прикольно. 6 приборов, 12 лазеров. Да, свет работал, танкян прыгал, блин, малаян, дараян, они все... Ах, всех вместе увидеть, это... А вот посещение Тарасовой горы, это как бы тоже паломнические... Тоже получается, что да, когда все собрались в одно место, построились, на третий день пребывания с машиной ГАИ, со СМИ... Кстати, у нас в этом году было еще новшество, впереди ехал, в шоу-кар такой ехал, 10 киловатт звука давал. Бум-бум-бум... Да, там... Стекла вылетали... Рупорная система колонок, внутрь заходит звук и из него выходит, короче... А вот вы все двигаетесь к Тарасу, почему к Тарасу? Ну, не кривя душой скажу, что там, опять же, я не истерия тех людей, которые там рвать на себе рыбашку и говорить, что это... Закобзаря, да. Ну, что это я придумал, что это я сидел ночами и думал, как бы так сделать фестиваль, короче, и посвятить его Тарасу. Нет, такого не было. Просто волею, так сказать, вот судьбы или высших сил, или вот в нужное время, опять же, в нужном месте появился, оказался я, собрал людей в 2002 году в Каневе. Вот там мы собрались, первая группа, которая была, еще ресторан представил Сергей Притько, это была группа Мэри Визер Хантерс, Охотники за хорошие, пока там еще Гилев играл тогда. Вот, мы там в пятницу пошумели, повесели, были, кстати, мои друзья из Золотого Гусака, один из них ныне покойный Толик Дьяченко и Вова Емненко. И благодаря тому, что они там травили анекдоты, после уже официальной части, когда мы уже съездили на могилу, вечер был просто ошеломительно веселым. То есть, сори, на этом месте я тебя перебью. То есть, вы в первый же раз собрались. Почему-то так сложилось, почему-то в Каневе, и в первый же раз поехали, и поехали на могилу. Вот, мне одяк раз Дарас Шевченко, как икона байкеров. Мне очень нравится эта идея. В Каневе жил до этого, ну, год-полтора, где-то там, по своим обстоятельствам ресторанным, пытался там заниматься бизнесом после Крыма. Вот, ну, когда там не пошло, я переехал в Софиевку. Ну, в Каневе-то остались там связи, город хороший. И я подумал, почему в каких-то больших городах это есть на 2002 год. А в маленький городок Канев бы собраться, очень зеленый, и очень, скажем так, значимый для многих украинцев, потому что там Дарас Шевченко похоронен. И вот на второй день собрались там колонны из там 50 мотоциклов, и заехали прямо к могиле. Тогда еще можно было подъехать. Это сейчас уже там полторы-две тысячи мотоциклов, уже туда не заедешь, потому что потом не развернешься. А тогда мы заехали, посетили могилу там, возложили цветы. И тут же подбегает журналистка, которую вообще туда не звал, не знал, что она будет, представительница там центрального канала в Черкасах, одного из каналов. А какая связь между байкерами и Тарасом Шевченко? Да, со мной поговорил, а потом спросил этого магистра, Юра-магистр, тоже наш товарищ из Белой Церкви, много катался на тот момент. И он говорит, классный был чувак типа Тарас, жил бы сейчас, был бы байкером. Вот, все так решил магистр, ну так сказал магистр, и оно так и завелось, что, а что бы нет, Тарас классный чувак. Жил бы сейчас, был бы байкером. Сто пудов. И получилось так, что, ну да, Тарас любил свою родину, это не чуждо байкером. Тарас был бунтарем, скажем так, да? Наш чувак. Да, опять же, в какой-то степени революционером. Ну и поэт, художник. А так как я люблю Сальвадора Дали, так тот наоборот, художник и поэт. Так это у меня вот два таких, мое байкерское имя Сальвадор и Тарас как главный герой мероприятия. Получается два персонажа у меня, Сальвадор Дали и Тарас Шевченко. У одного усы вниз, у другого усы вверх. И это одно другое как бы вот равновешивает и тоже получается так своего рода как бы завершенная картина, да. Вот как я могу из Киева попасть к вам и так, чтобы меня туда пустили? Потому что, кстати, кто пускает, не пускает. У вас милиция охраняет своя служба безопасности. Да, и своя, и есть охрана, то есть агентство спецпедроздил, так скажем. Ну и наши девочки, которые на регистрации, они тоже на входе сидят. А на регистрации девочки, ну да, это, кстати, очень хороший ход. Мне девушка сказала, вы знаете, вы не обижаетесь. Вам никто не скажет, что вам нельзя, это очень надо мне подходить. Ну это, я знаю, как мне в этом все эти будут. Я пришел на байкера. Тогда говорят, извините, у нас, а что говорят, у нас частное мероприятие? Да, закрытая вечеринка. Если вы хоть каким-то боком друг наших друзей, то, пожалуйста, заходите. В итоге кто-то все равно садится на мотоцикл после того, что побывал на Тараске. После того, что побывал на Тараске, многие женятся. У некоторых дети рождаются через год. Вот у нас такие случаи бывают, что вот приехали, первый год познакомились. Вот. Ко второму году уже ребенок родился. Если первый год он выходил на сцену и делал предложение, скажем. На сцене, то есть? Да, у нас такие случаи были. Она об этом не знала. Это вот красивая версия вот этой вот. Ну да. То, что в американских фильмах вот это. А он тут мужики, я вот это. С нами договариваются, она об этом не знает. Как-то ее заманили на сцену, а потом вышел он. И что самое символичное. Его зовут Тарасов Тарас. И родился сын, они его назвали Тарас. Была свадьба наоборот, которая самой свадьбой сделала как бы слет, фестиваль. То есть как бы повод собраться. Ну, это было там, конечно, не так много, как на Тараске, но человек сто там с чем-то было на мотоциклах. Вот. Такой случай тоже был. Это вставочка из ляпис трубецких, какими они стали сейчас. Я последние два-три года не сильно как бы прослеживал их творчество. И для меня было открытием, когда на сцену вышел такой накачанный такой чувачок, который скакал там всю дорогу, я смотрю, это Михалок или нет, что это со мной. Вот. И лупил между песнями такие, блин, ставки, такие загоны делал. Просто крыши... крышиерский. Батюшка. Да. Этот вот чувак из Америки. Батюшка у нас, да, кстати, о христианстве и вообще о вере. Вот Виктор Павлев, да. Оно есть у каждого, оно как бы личное дело. Ну, батюшку я приглашаю, он у нас открывает фестиваль и для желающих, там, святит мотоциклы и так далее. Можно даже подойти с ним, он там два дня бывает, пообщаться просто как... Вот так ты приглашаешь какого-то вот этого, то есть это друг фестиваля. Да, духовный отец фестиваля, да, отец Игорь Смолен. Вот, да, вот так вот мы едем большой колонной, я вот впереди, с сынком своим, он приезжает из Крыма как раз на фестиваль. Взрослый совсем. Да. 16 лет. Вот эта машина впереди колонной едет, которая всю дорогу нам испускала звук вот это вот. А это вот собираются люди, просто выходят, посмотрят. Люди знают, что в это время будет проезжать колонна, выходят посмотреть, помахать руками. И мало того, в Каневе нас полгорода здесь ждет. Если мы задерживаемся, тут такое столпотворение. Вот. А если вы судье встречают? Встречают, да, администрация города, интернат, дети приезжают, нас встречают. Мы им там дарим подарки, если удалось что-то, так сказать, намутить от спонсоров. А тут я смотрю, а Фагот ездит на мотоциклы? Фагота я лично присадил, лично купил ему мотоцикл и сказал, что это твой, короче, мне. Вот, я пока на нем катаюсь, как будут деньги, вернешь мне мои деньги и заберешь мотоцикл. Есть два, как бы, ответвления. Вот люди, которые на тяжелых мотоциклах, которые так бу-бу-бу-бу, и важно, что мы все вместе. И люди, которые на скоростных мотоциклах, которые так, ну, и уже его нету. У вас и те, и другие присутствуют? Да, у нас все присутствуют. В том числе и скутеры, и даже велосипедисты. Когда я делал слет... То есть я могу к вам приехать на велосипеде, мне скажут, о, привет, заходи вообще. Легко, двухколесный, пожалуйста. Когда я делал слет в Крыму, ребята за 4 дня раньше выезжали, там четверо ехали в Крым на велике. Мы ездили, последняя наша вылазка была крайняя, ездили в колонию. Там сидит один наш товарищ мотоциклист, поэтому не случайно именно в эту поехали. А вообще сделали это таким выездом. Чувак один сказал, мужичок подходит, после того, как с Веростяком руку пожал, ему говорит, это же надо было сесть в тюрьму, чтобы пожать руку Василю Веростяку. То есть не случайно, не напрасно, да. А вообще перед этим у нас была акция, это уже так не очень мотоциклистно. Старую восьмерку. Да, была акция, инициирована была Василем Веростюком. Это сразу после Тараски решили, и вот только в июле получилось. Я тоже всячески помог тоже в своей организации. Это называлось у нас, выезд назывался Байк Край. Мотоциклетная, скажем так, страна. Где-то у нас тут есть. Да, и состоял он в том, чтобы объехать 26-25, вместе с армянском 26 получилось, значит, все областные центры, и дать там пресс-конференцию на тему взаимопонимания между автомобилистами и мотоциклистами. Об этом уже как бы вопрос. То есть это социальная активность. Ну, в общем-то, да. О том, что вообще люди хорошие, друг к другу надо относиться тепло. Или какие-то нелазницы по правилам. У нас было много, у каждого из восьми был один из лозунгов на спине написан. У меня было вырешив путь, вычеловым будь. То есть на чем бы ты ни был, едешь, будь человеком, будь вежливым, быть культурным, да, все равно все оттуда идет. Все взаимоотношения и тем более взаимопонимание, чтобы было. Потому что люди едут на машине в коробке, они в ней закрыты, они себя уютно, комфортно чувствуют и принимают во внимание только себе подобных. Такие же коробки. Если видят коробки нет, значит дорога свободна. Можно тупо развернуться там, блин, с крайней левого ряда, блин, и подставить мотоциклисту себя или с этой стороны едущим, или с этой. Вот. Но вот против этого мы были, вернее, не против, против, это неправильное слово. Мы за то, чтобы было понимание. Конечно, несколько ломают стереотипы в представлении байкеров, так что, дорогие друзья, на самом деле байкеры – это самые настоящие романтики. Не только бунтари, и не только суровые дядьки с бородой, с тяжелой музыкой и с девушкой на заднем сиденье, с непроизносимым термином, который называют человека, который едет сзади. Байкеры – это настоящие романтики. Спасибо большое. Шо уже? Ха-ха-ха. Ну что ж, вот такая у нас, собственно, байкерская среда. Оказывается, совсем не обязательно быть настоящим, или, как принято говорить, трушным байкером для того, чтобы быть, собственно, байкером. Поэтому, если у вас есть мотоцикл, даже если вы любите другую музыку, вас все равно примут. Хотя, как мне кажется, все-таки есть резон оставаться в рамках традиции. А, впрочем, решать вам. Как и всегда, решение нужно принимать самостоятельно. Напоминаю, вы смотрели программу «Про рок» на канале A1. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч. Рок-н-ролл, а также байк. Знаете, как он делает? Друн-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Вот, поехали. Пока. Редактор субтитров А.Семкин